Закон отражения света. Предположим, что луч света АВ падает под углом альфа на непрозрачную поверхность МН и отражается от нее под углом гамма. Тогда, если пренебречь поглощением света поверхностью МН, выполняется закон отражения света. Луч падающий и луч отраженный всегда лежат в одной плоскости с перпендикуляром, восстановленным в точке падения. Угол отражения гамма равен углу падения альфа. Следует помнить, что угол падения альфа – это угол между перпендикуляром и падающим лучом, а не угол фи между этим лучом и поверхностью. Отражение света бывает двух видов. Зеркальное отражение. Если параллельный поток лучей 1, 2, 3, 4, после отражения остается параллельным лучи 1', 2', 3', 4'. Это отражение имеет место в том случае, если размер неровности и поверхности меньше длины световой волны. Диффузное отражение, или рассеянное, имеет место в случае, если размеры неровности и поверхности превышают длину световой волны. Построение изображений в плоском зеркале Пример 1 Пусть точечный источник света S находится на расстоянии H от зеркала MN Луч 1, падающий перпендикулярно зеркалу, отразившись от него, распространяется в прямо противоположном направлении Луч 1 штрих Луч 2, падающий под некоторым углом альфа, отражается под углом гамма, причем альфа равно гамма луч 2 штрих Очевидно, что отраженные лучи 1 штрих и 2 штрих сами не пересекаются, пересекаются их продолжения в точке S штрих Следовательно, S штрих – мнимое изображение точки S Причем расстояние H штрих от изображения до зеркала равно расстоянию H от зеркала до источника Очевидно, что продолжение любого другого луча 3 штрих попадает в ту же точку S штрих Таким образом, если наблюдатель O видит отраженный от зеркала поток лучей 2 штрих и 3 штрих, то ему кажется, что изображение находится в точке S штрих Пример 2 Если предмет AB имеет протяженный размер D, то пересечение продолжений лучей 3 штрих, 4 штрих и 1 штрих, 2 штрих дают его мнимое изображение A штрих, B штрих такого же размера D штрих Таким образом, плоское зеркало дает мнимое, прямое, неперевернутое изображение в натуральную величину, расположенное на таком же расстоянии за зеркалом, что и сам предмет Закон преломления света Предположим, что луч AB падает на границу раздела двух прозрачных сред MN Если не принимать во внимание эффект отражения, то при переходе луча из первой среды во вторую произойдет преломление света То есть изменение направления преломленного луча При этом выполняется закон преломления Луч падающий и луч преломленный всегда лежат в одной плоскости с перпендикуляром восстановленным в точке падения Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для двух данных сред и называется относительным показателем преломления второй среды относительно первой Эта величина имеет глубокий физический смысл Относительный показатель преломления равен отношению скоростей света в данных средах Предположим, что внешней средой является вакуум Тогда показатель преломления первой среды относительно вакуума называется ее абсолютным показателем преломления N1 А показатель преломления второй среды относительно вакуума соответственно называется абсолютным показателем преломления N2 второй среды Тогда относительный показатель преломления N2 1 второй среды относительно первой равен отношению их абсолютных показателей Примечание. Абсолютный показатель преломления вакуума. Абсолютный показатель преломления воздуха. То есть эти показатели приблизительно равны. Линзы. Основные понятия. Линза это прозрачное тело, ограниченное криволинейными поверхностями. Простейшая линза сферическая. Виды линз. Собирающие. Один, два, три. Посередине толще, чем по краям. А условное обозначение. Рассеивающие. Четыре, пять, шесть. Посередине тоньше, чем по краям. Б условное обозначение. Ход лучей в собирающей линзе. Определим основные понятия. Оптический центр линзы. Точка, проходя через которую, луч не изменяет своего направления. Точка О. Главная оптическая ось. Прямая, проходящая через центры сферических поверхностей, ограничивающих линзу. Прямая О1, О2. Побочная оптическая ось. Любая другая прямая, проходящая через оптический центр. Например, прямая МН. Фокус линзы. Точка Ф большое. Точка пересечения преломленных линзой лучей. Лучи 1 штрих и 2 штрих. Падающих параллельно главной оптической оси. У собирающей линзы два действительных фокуса. Фокальная плоскость. Плоскость МН. Плоскость, проходящая через фокус линзы, перпендикулярна главной оптической оси. Любые параллельные лучи. Лучи 3 и 4. После преломления линзой пересекаются в точке. Точка А. Лежащей в фокальной плоскости. Ход лучей в рассеивающей линзе. Изобразим условно рассеивающую линзу. Ее главную оптическую ось. О1, О2. И оптический центр О. Луч 1, прошедший оптический центр, не изменяет своего направления. Можно считать, что он не преломляется. Так же, как и в случае с линзой собирающей. Лучи 2 и 3 после преломлений линзой не пересекаются. Но пересекаются их продолжения в точке F большое. Мнимом фокусе. Луч 1 и продолжение параллельного ему луча 4 пересекутся в точке А, лежащей в фокальной плоскости МН. Построение изображений в линзах. Рассмотрим несколько примеров на построение изображений в собирающей линзе. Пример 1. Построить изображение точки С, лежащей на главной оптической оси. Проведем дополнительные построения. Начертим произвольный луч, проходящий через оптический центр. Луч 1. Проведем через данную точку С, луч 2. Параллельный лучу 1. После прохождения линзы лучи 1 штрих и 2 штрих пересекутся в точке А, 2 штрих, лежащей в фокальной плоскости МН. Преломленный луч 2 штрих пересекает главную оптическую ось О1-О2 в точке С штрих, которая и является изображением точки С. Пример 2. Построить изображение произвольно взятой точки С. Из точки С проведем луч 1 через левый фокус Ф. После прохождения линзы преломленный луч 2 штрих пройдет параллельно главной оптической оси О1-О2. Из точки С проведем луч 2 параллельно главной оптической оси О1-О2. После преломления в линзе преломленный луч 2 штрих пройдет через правый фокус Ф большое линзы. Пересечение преломленных лучей 1 штрих и 2 штрих дает точку С штрих, которая является изображением точки С. Основываясь на этих принципах, рассмотрим различные случаи построения изображений протяженного предмета АВ в зависимости от его расположения относительно линзы и ее фокусов. Во всех дальнейших рассуждениях Д расстояние от линзы до точки фокуса Ф большое фокусное расстояние, то есть расстояние от оптического центра О линзы до точки фокуса Ф большое. Первый случай. Д больше 2 Ф большое. Изображение А штрих Б штрих получается действительным уменьшенным перевернутым. Второй случай. Д равно 2 Ф большое. Изображение А штрих Б штрих. Действительное перевернутое в натуральную величину. Третий случай. Д больше Ф, но меньше 2 Ф. Изображение А штрих Б штрих. Действительное перевернутое увеличенное. Четвертый случай. Д равно Ф большое. Лучи 1 штрих и 2 штрих параллельны, следовательно не пересекаются. А это значит, что изображение отсутствует. Пятый случай. Д меньше Ф большое. Поскольку изображение А штрих Б штрих получается пересечением не самих лучей 1 штрих и 2 штрих, а их продолжений, то оно является мнимым прямым увеличенным. Таким образом, собирающая линза может дать изображение. Как действительное, так и мнимое. Как прямое, так и перевернутое. Как увеличенное, так и уменьшенное. А также в натуральную величину. Аналогичным образом строится изображение, которое дает рассеивающая линза. Однако она позволяет получать только мнимые изображения. Рассмотрим пример. Изображение А штрих Б штрих мнимое прямое уменьшенное. Формула тонкой линзы. Рассмотрим один из случаев получения изображения с помощью собирающей линзы. Введем обозначение. Д расстояние от предмета до линзы. Ф малое. Расстояние от линзы до изображения. Ф большое. Фокусное расстояние. H малое. Линейный размер предмета. H большое. Линейный размер изображения. Если линза тонкая, то есть максимальная ее толщина значительно меньше ее радиусов кривизны, то величины D, F малое и F большое связаны формулой тонкой линзы. Формула записана в общем виде. Знаки плюс и минус выбираются исходя из следующих соображений. Слева. Знак плюс берется для собирающей линзы. И знак минус, если линза рассеивающая. Второе слагаемое в правой части. Берется со знаком плюс, если изображение действительное. И со знаком минус, если мнимое. Первое слагаемое в правой части. Берут со знаком плюс, если предмет действительный. И со знаком минус, если предмет мнимый. Поясним последний факт. Пусть на линзу падает сходящийся поток лучей 1 и 2. Построим дальнейший ход этих лучей. Для этого проведем дополнительный луч 3 параллельно лучу 1, 1, который не преломляясь через оптический центр О, пересекает фокальную плоскость МН в точке А. Следовательно, луч 1 штрих пройдет через эту же точку и пересечет главную оптическую ось О1, О2 в точке С штрих. Таким образом, точка С штрих это действительное изображение источника света С, в то время как сам источник С является мнимым, поскольку получается пересечением не самих лучей 1 и 2, а их продолжений. Возвращаясь к первому рисунку, отметим, что отношение называется линейным увеличением линзы. Нетрудно увидеть, что линейное увеличение можно найти также через отношение F к D. Интерференция света. Рассмотрим отражение света от тонкой пленки легкой прозрачной жидкости на поверхности воды. Например, капля масла расплывается на воде, образуя тончайшую пленку. Пусть из воздуха с показателем преломления Н1 на пленку с показателем преломления Н2 падает свет луч 1 с длиной волны лямбда. Отраженных волн будет 2. От верхней поверхности пленки луч 1 2 штриха, и от нижней поверхности пленки. Луч 1 штрих. При этом, если толщина пленки H малая, равна половине длины волны, то отраженные волны совпадают по фазе и будут усиливать друг друга. Дифракция света. Дифракцией называется явление нарушения целостности фронта волны, вызванное резкими неоднородностями среды. Это явление свойственно всем волновым процессам. В случае со световыми волнами дифракция проявляется в нарушении прямолинейности, распространения света и проникновения его в область геометрической тени. Рассмотрим пример, поясняющий этот факт. Точечным источником S освещают плоский диск диаметром D. В этом случае диск является препятствием, нарушающим целостность фронта, падающей на него световой волны. Каждая точка на периферии диска, например, точки А и В, становится источниками вторичных волн. Если размер диска D сравним с длиной волны лямбда, то на экране будет наблюдаться устойчивая интерференционная картина, представляющая собой чередование светлых и темных колец в точках максимума и минимума соответственно, если источник S излучает монохроматический свет. Дифракционная решетка. Для наблюдения дифракционных явлений часто используется дифракционная решетка, представляющая собой совокупность большого числа щелей в непрозрачном экране, имеющих одинаковую ширину А и расположенных на одинаковом расстоянии В друг от друга. Сумма А и В называется периодом решетки и обозначается D. И интенсивность света за решеткой. Дифракционная картина, образующаяся при прохождении света через решетку, состоит из узких светлых полос, называемых главными максимумами, разделенных темными промежутками минимумами. Положение главных максимумов определяется формулой дифракционной решетки. К дифи угол дифракции, К порядок максимума, К равен нулю, единицы, двум и так далее. Если решетка освещается белым светом, то центральный максимум, К равен нулю, остается белым, а все остальные максимумы имеют радужную окраску и называются дифракционными спектрами. Причем ближе к центральному максимуму находится фиолетовый край спектра, а дальше от него красный, так как длина волны фиолетового цвета меньше длины волны красного цвета, то и углы дифракции этих цветов соотносятся так же. Чередование цветов в спектре красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Субтитры создавал DimaTorzok